Я со временем пришел к своим поводкам, никому не навязываю, я сам так делаю, мне нравится, и дешево, и сердито. Мои дорогие коллеги по увлечению, мои любимые подписчики, всем, кому нравится рыбалка, отдых на природе, самоделки, всех вас рад приветствовать на развлекательно-познавательном портале подслушных секреты рыболова. Сегодня небольшое короткое видео, давайте поговорим о поводках, какие поводки бывают, чем они отличаются, покажу свои поводки, которые я сам делаю, расскажу преимущества разных видов поводков. Давайте начнем с самых простых и будем усложняться. Это вот обычная струна, которую я накручиваю сам, но как видите, ее огромный минус в том, что вот какая у нее память, то есть если поводок хранится в таком состоянии, то потом его очень трудно выпрямить. Преимущество, дешевизна, можно быстро сделать самому. Другой вариант, это готовый поводок стальной из плетенных нитей. Это не самый дешевый вариант, который вот вы можете видеть там на Алиэкспрессе или в магазинах, где по 5-10 рублей за штуку продают такие самые дешевые поводки. Это дороже. Это уже стоит он рублей под 30 за штуку и выше. Но, как вы видите, тоже, хоть он и стальной, вот у него эффект памяти вот какой. То есть мы его, если скрутили там или где-то он получил узел повреждения, мы его раскручиваем и он остается вот у нас в таком состоянии. Естественно, после атаки щучьих зубов такие поводки очень быстро приходят в негодность. Но, в крайнем случае, если других нет, конечно, и такой вариант подходит. Вот вариант немного получше. Это поводковый материал Pantone 21. То есть это я нарезаю сам, вот такой вот поводковый материал. И из него уже формирую поводки. Значит, он чем отличается? Он по сравнению вот с обычным таким стальным плетенным. Он здесь сделан по своей технологии. У них есть два варианта. На 7 нитей плетения и на 19 нитей. Вот у меня на 19 нитей. У него свойства немножко получше. То есть он такой вот мягенький. Если мы его сворачиваем, мы его можем накрутить вот на палец, как леску. И для того, чтобы он пришел в негодность, это надо очень сильно постараться щуке, чтобы его испортить. Ну, стоят такие поводки в среднем за 5 метров. За 5 метров они просят 300 рублей плетением 19 нитей. Ну и 150 рублей плетением 7 нитей. Вот в среднем, если брать 300 рублей по 5 метров, 60 рублей метр, получится 4 поводка на обжимных трубочках. Ну вот поводок 15 рублей в среднем получается. Материал приятный. Иногда тоже им пользуюсь. Следующий вариант это титан. Такие поводки продаются как готовые титановые, так и также в поводковых материалах. У того же Pantone 21 и вообще есть наши заводы российские, они делают титановые поводки. В среднем такой один поводок стоит от 100 рублей. Вот. Титан это, естественно, материал совсем другого качества. У него такая вот память, то есть как бы вы его не крутили, он все равно возвращается на исходную. Вот мы завяжем узелок. Второй узелок, если мы развяжем, он обратно возвращается на исходную позицию. Минус дороговизна. Хотя очень удобный. Я со временем пришел к своим поводкам. Никому не навязываю, я сам так делаю. Мне нравится и дешево, и сердито. Я беру обычную толстую леску. Вот. Беру карабинчики готовые. Беру толстую леску от 0,4, не меньше 0,4, 0,45, 0,5 и просто вяжу из лески вот такие вот поводки. Из одинарной лески, если кто-то хочет попрочнее, вот я делаю скрутку из лески. Чуть-чуть потолще поводок получается. Скрутка делается следующим образом. То есть это не так вот, что вы взяли, вот так накрутили. Он у вас потом все равно раскрутится. Скрутка делается накручиванием лески саму на себя. Здесь в эту сторону крутим, здесь в противоположную сторону крутим. И накручиваем вот так вот леску саму на себя. Вот. Такая скрутка уже не раскрутится. За долгие годы рыбалок я сталкивался с тем, что щуки стандартные, которых мы ловим там полтора, два, три, там даже четыре килограмма, они не сразу перекусывают такой поводок для того, чтобы вытащить щуку одного лесочного поводка. Достаточно вытащили щуку, поводок сняли, сделали другой. Благо материал копеечный, карабины и вертлюги остаются на месте, просто меняется леска. У меня практически не было на моей памяти того, чтобы щука прям перекусила прям моментально лесочный поводок толстый. Вот. Она, конечно, перетирает его зубами, но один поводок, одна щука. Все. Дальше меняю. В любом случае, даже если я не ловлю щуку, я ловлю там судака, берша, окуня, в любом случае я ставлю вот такие вот лесочные поводки на плетенку. Почему? На дне очень много ракушечника, и вот эти вот первые 10-15 сантиметров плетенки, они при проводке очень часто задевают за ракушечник и приходят в негодность. Отстреливает потом приманки на забросах, при поклевке сваливается рыба, то есть вот эти первые 10-15 сантиметров я всегда стараюсь заменить леской, чтобы плетенка не соприкасалась с ракушечником и камнями. Особенно это актуально при рыбалке с берега. Ну, вот такая вот информация, друзья. Было полезно, ставьте лайк. Мне было полезно, смотрите следующее видео, которое будет полезно. Всем позитива, всем добра, всем здоровья. До новых встреч, дорогие мои соратники. Субтитры подогнал «Симон»!